Завтра в Национальной школе Чувашской вышивки начнутся первые уроки. Ученикам предстоит освоиться не только технику выполнения швов и стишков, но и изучить историю орнаментов. Именно такой метод обучения взяла она вооружение и мастерица из Мариинско-Пасадского района. Созами народного творчества Раису Федорову ознакомили прославленные художницы Евгения Жачева и Зинаида Воронова. А сегодня она и сама с удовольствием делится опытом со всеми, кто желает прикоснуться к истории и традициям родного края. Все полосы тут должно быть. Чувашская тухья, по мнению Раисы Аполлинарьевны, не просто головной убор. Это настоящая вселенная, которая может поведать о многом. Посвященный увидит в ней разные уровни мироздания и символы небесных светил, узнает, к какой группе принадлежит его обладательницам, низовым или верховым чувашам. К тому же сложное и красочное украшение – настоящий оберег. Чтобы сразу человек, как посмотрел на тебя, девушка вот одета, чтобы не сглазить ее, такую большую монету сделали. Это я тоже так придерживалась этому моменту. Поэтому нас учили. Я учила это на курсах у Зинаида Ворновой. Очень работа мне трудно далась. Ну, думаю, медведь тоже научился танцевать. Я тоже научусь. Очень трудно было на занятиях. Ну, осилила, сделала, получается. Многословными могут быть и обычные салфетки. Геометрические узоры в чувашской вышивке всегда были наполнены смыслом. Однако сегодня зашифрованное в ярком орнаменте послание прочитать сможет не каждый. Родительский дом. В родительском доме жили четыре брата. Вот они женились. Каждый построил себе дом, свое гнездо. У них тоже пошли дети. Вот, идут. Как бы у нас идет семья. Большая семья. Раиса Аполлинариевна всегда занимала активную жизненную позицию. И хотя сейчас педагог со стажем находится на заслуженном отдыхе, она и сегодня принимает самое живое участие в жизни села и республики. Уже второй раз Раису Федорову избрали депутатом телесовета. Три последних месяца она работала обычной санитаркой в красной зоне в Новочебоксарской больнице. Зимними же вечерами снова планируют делиться опытом с теми, кто желает познакомиться с древним языком символов. Для односельчан Раиса Федорова проводят бесплатные курсы. Чуварское украшение, конечно, это замечательные вещи для каждой семьи, мне кажется, для каждой семьи чуварской национальности, и для сельской семьи, и для городской семьи. Почему? Потому что у нас есть дети, потому что у нас есть внуки. Но мы надеемся, что у нас еще правнуки будем, и они тоже будут изучать, наслаждаться и радоваться теми работами, которые создает Раиса Полинариевна. Интерес к искусству, что создавался веками, с каждым годом поддерживать все сложнее. Тем не менее, Раиса Федорова верит, что край ста тысяч песен и вышивок не оскудеет талантами. И, по крайней мере, ее внучка, создавшая своими руками эту обрядовую куклу, сможет передать и своим детям тайны, что буквально вшиты в древние узоры. Светлана Познякова, Алена Артемкина, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.